Иногда так ярко и красочно излагают жалобы, что просто страшно. У меня гипертоническая болезнь. У меня вот последние две недели 160-170 я хочу в стационар. Ты не попадешь к условному кардиологу без какого-то талончика. Я, наверное, тот терапевт, который не очень любит сразу отправлять пациентов к узким специалистам. Это определяется больше вашими желаниями или вашими возможностями. За хорошими врачами люди идут, едут даже в другие города. В глазах читать, кто такой? Это достаточно грустно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня в студии Первого медицинского канала. Я Михаил Геляров, врач-кардиолог и заместитель главного врача по терапевтической помощи ГКБ НР1 и Минипероговой. Моя уважаемая коллега Ольга Кулачкова. Доктор-терапевт и сегодня мы поговорим о тех границах, которые разделяют специальности терапии как медицины внутренней и врачей более узких специальностей, в частности, собственно говоря, кардиологии. Оль, к вам, наверное, часто приходят пациенты с кардиологической патологией, которая вообще, в принципе, одна из самых частых. Вот вы, когда сами беретесь за них, когда куда-то все-таки отправляете дальше, вот как вы определяете кого куда? Ну, я, наверное, тот терапевт, который не очень любит сразу отправлять пациентов к узким специалистам. То есть я люблю сначала заниматься проблемой сама, и если я вижу, что я могу помочь этому пациенту на начальном этапе, если это, например, пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью, конечно, я сначала пытаюсь заниматься диагностикой и дифференциальной диагностикой его проблемы. И если уже у меня возникают какие-то вопросы, мне нужно получить второе мнение, например, специалиста, или если в процессе диагностики вроде бы все получилось, но я назначаю терапию, и пациент как-то не очень идет на этой терапии, например, да, у него как-то достаточно долго не получаем целевые цифры, тогда, конечно, требуется помощь кардиолога. У меня на самом деле проблема в чем? Пациенты очень часто просятся к кардиологу сами. Они не успевают порог кабинета терапевта переступить и сразу говорят так, у меня давление, я хочу к кардиологу. И мне иногда сложно его убедить, что ему сразу кардиологу не надо, что мы сейчас вот с ним вместе позанимаемся его проблемой, и если уже она как-то будет не совсем решаться, не быстро решаться, тогда уже его направлю к специалисту. Это определяется больше вашими желаниями или вашими возможностями. Ну и, проще говоря, в каком-то учреждении, где специализированы кардиологи, ну там, я не знаю, есть там коронарография, есть там нагрузочные тесты и так далее. Или, к примеру, если бы они были в вашем распоряжении, ну те же нагрузочные тесты, вы бы и не посылали никого никуда. Ну, сложно сказать. Скорее всего, ну от многих причин это зависит, но на самом деле мне интересно. Мне интересно как специалиста попробовать самой. Оля, вы вообще считаете, ну помните, как бы, да, так сказать, до, наверное, 50-х годов прошлого века, если не по боли, была там терапия и, в общем-то говоря, выдающиеся наши, так сказать, в последующем, как мы считаем, кардиологи, типа Мясникова, да, там, или там Владимир Никитича Виноградова, они были, в общем-то, терапевтами. Вот вы считаете за благо выделение таких более узких субспециальностей, да, кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии или подобно тому, что, как говорил Козьмар Прутков, узкий специалист подобен флюсу и полнота его односторонняя. Вот это хорошо или плохо? Или должна быть все равно такая внутренняя медицина, а, так сказать, какая-нибудь кардиология, это вот там есть, вот там, так сказать, наши с вами, так сказать, общие знакомые, которые там эндоваскулярные какие-нибудь кардиологи, еще что-то, остальные, так, в общем, все это. Ну, вопрос непростой, потому что, с одной стороны, конечно, хочется всесторонне смотреть на человека, не как на кусок, на одно заболевание, да, там, один специалист полечил сердце, второй человек получил, специалист полечил желудок, третий специалист, там, занимается суставами, а кто-то должен сводить все в едино, должен быть какой-то один доктор, который будет в целом представлять себе человека. Я почему до сих пор в общей терапии, я не представляю, как лечить человека кусками. То есть я получала какие-то отдельные специализации у меня есть, какие-то тематические усовершенствования по отдельным заболеваниям, группам заболеваний, но я до сих пор, как-то не представляю, как бы я могла позволить себе заозиться. С другой стороны, я понимаю, что нельзя объять необъятные, как говорят в космопрудках, и что должны быть специалисты, которые вот для меня очень большой, очень большой помощи оказывают, именно не только для получения второго мнения, иногда даже, ну, прям скажем, я делегирую полномочия. Если, например, я с чем-то не очень справляюсь, если, например, вот для меня, например, всегда достаточно сложными были вопросы аритмии, диагностики аритмии, лечения аритмии. Мне всегда нужно мнение кардиолога, чтобы я считаю, что он более грамотно назначит терапию, более грамотно рассчитает риски, правильно назначит и не только антиаритмическую, но антикогулянтную, антигрегантную терапию. То есть, есть какие-то вещи, которые я просто, да, хочу, чтобы этим занимался действительно узкий специалист. Ну, касается аритмии, да, то, как говорится, тоже мне бинонгютона, так сказать, и если брать те аритмии, которые мы лечим, там, пресловутыми таблетками, да, тех таблеток-то раз-два и обчелся, конечно, если речь идет о инвазивном лечении аритмии, то тут без специализированных каких-то подходов не обойтись. Но как раз я бы, позвольте, возразить, что мне кажется, как раз назначение антикогулянтов при той же мерцалке, да, это как раз пророгатив у врачей самого широкого профиля и терапевта, и невролога, и карниволога. В общем, кому попал, да, тот и должен, да. И опять же, не бог весть, какой нужно обладать, там, да, так сказать, семипядей во лбу, чтобы по шкале, так сказать, посчитать баллы и прописать, как бы, да, так сказать, соответствующий препарат. Вот. Это как раз, мне кажется, то, с чем вполне может справиться терапевт. Вот то, о чем вы говорили, что пациент просит, направьте-ка меня к кардиологу. Дело в том, что, мне кажется, в наших условиях, не знаю, как даже назвать, ну, специальность, назовем так, или звание, что ли, терапевта, оно сильно девальвировано. И на уровне поликлиник, конечно, терапевт воспринимается как, не как вот то, что вы говорите, некий синтезирующий специалист, а как диспетчер. С какой стороны, да, этому способствует сама система, да, что ты не попадешь к условному кардиологу без какого-то талончика, но при этом не потому, что часть проблем терапевт сможет решить сам, а именно просто потому, что он эти талончики выдает. То есть, он никаких проблем не решает, он просто дает талончики. И это другая сторона медали. И, наверное, когда люди попадают к терапевту, который сам бы, как вы, мог бы справиться с этими проблемами, они, в общем, этого не ожидают и считают, что вот как раз они пришли к некому, так сказать, на ресепшн, так сказать, и где они получат на анализы, на исследование, на то, на сё, на пят, на десятое. Между тем, конечно, большинство проблем могло бы быть решено в терапевтическом звене. Если убрать от терапевта, значит, всё, что связано с сердечно-сосудистой системой, если убрать всё, что связано с желудочно-кишечным трактом, с лёгким, то что там останется? ОРВИ? Ну, лечить ОРВИ, да, так сказать. Которую можно, в общем-то, не лечить. Тогда, получается, опять доктор сведён к тому, что он выписывает справку или больничный лист и так далее. Чем, собственно говоря, большинство так называемых участковых терапевтов, собственно говоря, занимается? Не в том беда, что у участкового терапевта, или как он там сейчас называется, ВОП, там, 12 минут, а у кардиолога там 15, не то 20. Я как доктор стационарный могу не знать. Но давняя приятельница и коллега работают, собственно, тем самым врачом в практике в Англии. У них еще 10 минут. Но их учат этому. Как за 10 минут, собственно говоря, получить информацию, как её решить. Ну и, понятное дело, что она не пишет, когда ты 10 минут, там, 8 занимаешься, так сказать, писанием. Мне лично кажется, да, что если вы можете лечить, да, там, условно, рейтмин, ну так и лечить, зачем он кардиолог? Тут между нами еще немножко есть такое, что вы работаете в амбулаторном звене, я в стационарном, и еще это кого направлять в стационар, это проблема вообще достаточно такая непростая. И зачастую, как бы, это связано с тем, что на уровне терапевта амбулаторного звена действительно какие-то дополнительные исследования просто недоступны. Ну или труднодоступны, да, там, так сказать. И люди это понимают, конечно, когда он влёг в больницу, там, вот тут тебе КТ, тут тебе МРТ, тут тебе ЭХО, тут тебе, так сказать, еще что-нибудь. Конечно, это не занимает много времени, да, каждый раз, а так-то за каждым надо ходить, так сказать. Например, опять же, да, те же самые проблемы контроля МНО. Ну что, терапевт не может сказать? Ну, конечно, может. Нет, на самом деле, по этому круг решений терапевта, мне кажется, очень широк. Было бы желание. Ну да. А вот по поводу госпитализации, да, это отдельная песня, потому что действительно иногда приходит пациент, говорит, так, у меня гипертоническая болезнь, у меня вот последние там две недели, там, 160-170, я хочу в стационар. И приходится, да, человеку долго объяснять, что, в общем-то, показаний, да, к госпитализации у него нет, и что мы это можем решить на амбулаторном этапе, что я ему сейчас все расскажу, все распишу, как что правильно. Даже иногда приходится начинать с банального, приходится обучать пациентов измерять артериальное давление. Люди не умеют измерять артериальное давление. То есть вот кто этим должен заниматься? Наверное, терапевт, а не кардиолог должен обучать, да, пациент, больше, скажем, да, тот, кому попал, да, тот и занялся, да, то есть ты уже, знаете, как бы надевать на себя корону, что типа это не царское это дело, да, тут учить давление мерить, ну, или еще что-нибудь делать в этом же духе, еще изменять образ жизни и так далее, вот уйдеть. То есть есть обратная сторона медали, да, которой грешат врачи-специалисты, когда, да, к пуговицам претензии есть, как говорил Райкин, пришить намертво не оторвешь, а остальное по месту жительства. Ну, это, так сказать, своеобразный эвфемизм, да, что вы мне надоели, я больше не хочу у вас разбираться, идите вот куда-нибудь, где найдется кто-нибудь, да, который вот это, собственно, и будет делать. Реально широкий круг проблем можно решить вот в ваших условиях, да, ну, причем, что мы, да, скажем, что вы работаете, там, скажем, не в городской поликлинике, да, и, соответственно, вот этого прессинга, наверное, лишены, так сказать, отчасти. Поспокойнее. Конечно, и по времени побольше, вы можете научить человека измерять давление. Да, этим есть. Вот, вот какой широкий круг проблем мы, в принципе, способны решить. Ну, вот, и в применительной кардиологии, там, то есть вот стенокардия, сердечная достаточка. Диагностик более в сердце, вообще диагностик более в груди, это же вот тоже терапевтическая проблема, а у нас как, человек пришел, ой, боль в груди, иди к кардиологу, все, пусть он разбирается. Ну, зачем, так не надо делать, то есть боль в груди, там же масса ситуаций, и, в общем-то, диагностический поиск очень широкий, начиная, там, от ГЭРПа, от каких-то невралгий, пресловутых, там, фибра, миалгий и прочее. Я, правда, скажу, что большинство людей, приходящих к кардиологу, да, у нас достаточно, так сказать, после определенного возраста, ну, скажем, там, мужчине после 50 лет пожаловаться на какое-нибудь колотье в левой половине грудной клетки, как он получает, так сказать, клеймо ЭБС, которое потом снять труднее, чем порчу. Более того, когда человек с этим клеймом ходит, и он, так сказать, когда ты ему говоришь, нет, у тебя никакой ЭБС, ну, как же, у меня уже 20 лет ЭБС, а тут ты, значит, еще, и еще, а у вас абсолютная трудность будет, межкардиолог сказал. Да. А вы кто читается? Это вообще трагедия, это правда, кардиолог очень авторитетный специалист, он для меня очень авторитетный специалист, кардиолог вообще второй после Бога, вот поэтому, особенно госпитальной кардиологии, это вообще просто для меня это... Вот это мне тоже кажется, да, проблема, что у нас мнение врача, ну, условно говоря, в глазах читается, это кто такой, терапевт, ну, это вот в иерархии, да, звание, ну, типа, вот, да, больничные выписать и сопли полечить, да, даже если... Обидно. Конечно, обидно, нет, я абсолютно считаю, что это неправильно, да, относиться, так сказать, к осуждениям, причем это, кстати, есть и, ну, как сказать, среди медицинского сообщества, да, то, что восприятие терапевта как человека, так сказать, ну, не то, что второго сорта, но то ли дело там, да, как бы говоря. Нет, ну, вообще, сами виноваты, с другой стороны, да, вот, не надо распихивать по специалистам пациентов, вот, когда начинаешь действительно вот так вот вести человека, он к тебе возвращается, и он пошел к тому же кардиологу, потом пришел, Глянин, да, я вам принес, вот, смотрите, вот, мне там еще дополнительно липидные спектры назначили, вот, там еще посмотрели вот это, вот это, вот смотрите, и вас похвалили, сказали, что вот вы разу в статье назначили большую дозу, это же очень хорошо, не все терапевты так делают. Слушай, ну, это такая похвала, как это, понедельник начинается в субботу, а говорят, а я думал, ты у нас дурак, сказал грубый корней. Да, да, да. Это еще похвала, по моему личному взгляду, да. Нам даже это приятно, нас закрытко хвалят, правда. И врачи, и пациенты, терапевтов не любят хвалить, в основном ругают. Нет, ну, откровенно говоря, конечно, да, так сказать, многие вещи могут быть сделаны в амбулаторном звене, при этом неважно, как будет врач называться, кардиолог, он или терапевт, в конце концов, я говорю, а что этот терапевт вообще делает? Ну, собственно говоря, вот, я уж не говорю о каких-то, так сказать, то, что вы правильно заметили, оценка там человека, как бы, ну, целиком, да, так сказать. Конечно, все специалисты грешат такой, как бы, односторонностью некое решение и норовят сказать, ну, как он, да, есть такое дурацкое слово, говорит, а вот у нас пришел там хирург, отписался, ну, тогда это не мое, это не мое. В итоге, когда кончились все люди там в больнице или в поликлинике, вы знаете, что это ничье, да, и никто уже не пытается, да, как-то это все объяснить, понимаете. И первый врач, который возьмет за труд, да, так сказать, ну, чаще всего, по идее, должен быть, без сомнения, терапевт. Вообще, это врач первого контакта, по идее, и дальше он должен решать. Я хочу сказать, и последнего, но там немножко другой доктор, последний. Нет, ну, иногда, в общем, последнего в каком плане? Первого, он же и последний. Ну, да, да, он должен объединить как раз эти все моменты. К сожалению, мне тоже кажется, да, что есть еще одна такая сторона медали в нашей, так сказать, особенно в нынешних условиях, что люди не готовы брать на себя ответственность за, там, судьбу пациента, да, потому что скажут, что тут, что, так сказать, почему ты не вызвал, не вызвал типа специалиста? Вот если что-то пошло не так. Нет, ну, понятно, если подождение на ученство патологии При том, что может пойти не так, даже у специалиста. Но я даже не это имею в виду, да, так сказать, никогда вы сами, да, потому что вы решили, там, условно, лечить, там, я не знаю, какую-нибудь, там, сердечную недостаточность, он взял и помер. А почему не показал, как делать, не успел перед смертью показать, виноват? Да, 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 то есть, вот, нет, ну, я, это же совершенно серьезно, да, ну, не говоря о том, что по некоторым нормам и порядкам, да, там, какие-то консультации специалистов просто прописаны, да, например, всех гипертоников тоже зачем-то смотреть окулисты. Ну, для меня это даже, в общем, загадка, ну, глазное дно, салюс еще в своих студенческих времен, салюс Ну, да, 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 мне, кстати, всегда казалось, что вот когда, ну, я не беру там щелевую лампу, но вот когда окулисты смотрели через такое, вот вы же заставили такая штучка с дырочкой, они говорили, смотрите мне на кончик уха, мне казалось, что эти люди богаты фантазии, что увидеть нельзя, и все они придумывают. Ну, вам-то удавалось увидеть вот так глазное дно? Мне нету, ну, это... Я тогда была немножко более глазастой. То есть, вы считали, что вы видите, кто знает, да. Да, верно. То есть, то, что вы видите, это глазное дно, да. Вот мне тоже так кажется. Не, ну, то есть, на самом деле, да, и вот это порождает тот факт, что люди сам не хотят. Зачем я буду брать на себя ответственность, да, как бы, да. И как раз вот та позиция, которую вы понимаете, которая мне тоже близка, она-то как раз не то, что сильно распространена. И она либо порождается тем, что некуда отправлять, но там, как это, политрук Клочков говорил, отступать некуда. Великая Россия, отступать некуда. Позади Москва. Да, позади Москва. А так, так сказать, тебе лучше скажут, вот иди туда, иди сюда. И больной чем-то занят. Ходят, так сказать. И вроде как обследуются, да. Ой, караул. Михаил, у меня вот вопрос. А вообще вам терапевты чаще помогают или мешают? Такие. Или вам как бы так все равно. Те, которые больничные, у нас в больнице. Любые. А терапевт им говорят, что это вам тут понаписали. Так, сейчас я вам тут, значит, все выкину. Бывают такие вещи вообще, вот мешают в этом плане терапевты? Конечно, наверное, бывают. Но этим грешат, к сожалению. Понимаете, у нас вот мы не так давно это обсуждали. У нас вообще понятие коллегиальности, оно некоторым образом, ну, утрачено, да, так сказать. И приходит человек в обратном направлении, терапевт, кардиолог. Тут он говорит, какой дурак вам это написал. Да. И даже не пытаясь как бы вникнуть в некую чужую логику, там. Ну, хорошо, не говорит, там. Да, он без всяких разговоров говорит, вот это я вычеркиваю, меняю, там, налаприл на перендаприл, да. Почему налаприл? Ну, то есть, почему назначено был именно налаприл, да. То есть, вот такого у нас вообще нет, что, грубо говоря, ну, хорошо это, там, пользуясь, там, давними знакомствами, предположим, там, так сказать, от вас ко мне придет или от меня к вам, да, вам несложно будет со мной или мне с вами связаться, сказать, слушай, а почему вот так-то, да. А в большинстве случаев это не так. То есть, просто все, что было до нас, то неправильно. На самом деле, я скажу так, сейчас, конечно, в поликлинике редко так уж прям сильно меняют то, что назначат стационарий. Я бы сказал, что есть обратная тенденция. И вот это воспринимается, как некая дорожная карта, так сказать. И вот ты прописал какой-то препарат, а дальше он с неизменной дозой. Надо, не надо. Как же не надо назначено. Стационарий. А он-то там все у него внутри меняется. У него 20 лет одно лечение. Бог с ним 20 лет. Даже появляются какие-то побочные эффекты или еще что-нибудь. А это ничего не меняется. То есть, вот оно как и есть. Тяжело купить. Если меняется, то не из-за медицинских причин, а из-за того, что, грубо говоря, по льготе тяжело купить. Или такого препарата сейчас нет в льготе. Вместо одного другой. Нет. Иногда бывает так, когда человек к тебе повторно попадает. Говорят, а вы принимаете? Да. Все, что вы прописали. Прямо по списку начинаешь читать. А там одного нет. Это я сам прекратил. Это мне отменили. Это мне поменяли на это. И получается в итоге, так сказать, как испорченный некий телефон. Ну, не знаю. Поэтому мне кажется, что во многом это причина. Я говорю, что у нас нет связи между врачами. Это ужасно. Она должна быть. У нас внутри поликлиники есть. Ну, внутри-то, конечно, она есть. Но за пределами поликлиники. То есть, мне несложно позвонить и спросить невролога, а что ты там назначил-то вот это, вот это. Потому что у вас есть телефон невролога. А позвонить, например, в стационар, когда человек пришел с некой выпиской, вам не очень понятно, что там. Кому звонить-то? Телефон там нет. Разговаривать-то с вами, скорее всего, никто не будет. Кто-то есть. Своим стационаром не проще. Я понимаю, что со своим. Я со своим тоже кое-как справляюсь, так сказать. С чужими уже сложнее. Это хорошо, если у тебя там есть кто-то знакомый, ты пытаешься там выяснить, что-то такое. Диск кроморографический добыть или еще чего-нибудь. Еще, в принципе, спросить, что вы делали-то с ним. Да. А уж когда речь заходит о какой-то чужой логике, почему что-то назначили, почему что-то не назначили, так сказать, так и звонить некому. Я, кстати, вспомнила тему, зачем я направляю к кардиологу. Не просто за вторым мнением, а именно за вторым авторитетным мнением. Вот мы сейчас уже об этом говорили, что терапевт, ну, терапевт, а кардиолог, ой, это кардиолог. И вот когда пациент приходит и говорит, так, а мне в стационаре вот назначили там какой-нибудь там ты-ты-ты-тыцин, и он, например, там 80 миллиграмм, а я вот на 4 делю, и мне нормально. Я говорю, ну так нельзя делать, вы что, вот вам же там специалисты назначили что-то самое. Ой, нет, вот я там плохо переношу, вот там у меня давление падает, вот там у меня еще там что-нибудь. Я говорю, не-не-не-не, погодите, вот давайте раз мое мнение во мне авторитетно, вы вот еще к кардиологу сходите, пусть он вам то же самое скажет. Вот этим грешу бывает, направляю, потому что иногда два раза надо копнуть на мозг, чтобы человек начал быть приверженным терапии, которая ему показана. Старый принцип, да, показать профессора больному, так сказать, да. Вот, и чтобы там... С другой стороны, да, ведь вот как, да, по ступикам, пришел человек из стационара, у него правда давление падает, как-то ему нехорошо, так сказать, вы уменьшите дозу стационарно назначенного препарата или скажете, это дело не мое. Нет, почему уменьшу, конечно, я попрошу дневник, если ведет дневник, не ведет, пусть ведет, да, пусть мне покажет, у меня есть послушные пациенты, которые ведут дневники давления, приходят с дневниками, один даже график рисует, инженер, он приходит, у него там столбики кривые, систолическое и нестолическое, что-то сидит в сокращении, но это определенный склад, так сказать. Мозга, ну, я не разражаю, лучше так, чем никогда. Сейчас появление компьютерных технологий, да, у него был пациент, который обладал архивом лет за пять. Вот, и он в планшете открывает мне и говорит, вот у меня последний там, а сколько открыть за месяц? Еще и какие-то средние значения выводятся. Это очень здорово. Вот, а еще хотела спросить, а по поводу вообще самотофорной дисфункции, как вы относитесь, когда вам терапевта присылают явно с так называемой ВСД? То есть, понятно, что кардиолога-то вроде как и не надо, и терапевт это все понимает, и там нужен психотерапевт, наверное, и терапевт ему должен это объяснить. Но пациент хочет кардиолога, вот как, что с ним делать? Все эти расстройства имеют какие-то, так сказать, да, ну, какие-то, собственно, проявления, да, с чем ножом жалуются? На боль в области сердца. Ну, тогда, наверное, задача, так сказать, кардиолога это дело там устранить. Чаще всего, конечно, так не та мотивация, с которой направляю, да, не то что, так сказать, да, а типа либо задолбал он там всех, так сказать. Он ходит жалуется, у меня сердцебиение, неплохо. Абсолютно верно, у меня сердцебиение, да, вот тебя, значит, с багрем хотя бы на время, с стационаром. То есть, он полтора сделали, с мат сделали, все сделали, все хорошо, он говорит, а где сердцебиение? Ну, сердцебиение, так сказать, это ощущение работы собственного сердца, да, это не обязательно учащенная частота. Ну, его же, с другой стороны, его же беспокоят, мы же должны что-то с этим делать. Ну, хорошо. А я умерю, а у него 88, ну, то есть, как бы так. Не криминально, на тем не менее. Честно говоря, да, тут, я тоже готов вас спросить, а вы что с такими делаете? Да, что с такими? Психотерапевту уговариваю ходить. Вот. И иногда уговариваю, иногда получается, не всегда, но вот время есть. А есть психотерапевты, которые, не, ну, люди, конечно, еще негативные. То есть, иметь болезнь сердца почетнее, чем психическую патологию. Я что говорю, сумасшедший? Спрашиваю. Ну да, я говорю, нет-нет-нет, вы что, вы идете к психотерапевту? А сами думаете, да. Нет-нет-нет, это как раз тот психотерапевт, это тот специалист, который не дает человеку выйти из психической зоны психического здоровья. Конечно, психотерапевт говорит, вам как рад атипичный нейролептик показан, так сказать. Приходится как-то вот, да, очень аккуратно объяснять, что да, вы не псих. Ну, правильно, а зачем тогда кардиологу-то посылать? Нет. Они сами просят, они говорят, ну, что вы, что вы, ну, вот все-таки вдруг он у меня найдет какой-нибудь. Ну, хорошо, не нашел, предположим. Не нашел, предположим. Ну, и все, не нашел, галочка к психотерапевту. Нет, ну, есть, конечно, люди, да, которые, так сказать, героически там из больницы в больницу кочуют, и все, так сказать, с упорством достойного лучшего применения ищут, конечно, все заболевания. Их, с одной стороны, жалко, даже не всегда, хотя такие тоже есть. Но мне кажется, что просто их проблемы не решают, да, а вопросы, да, которые мог бы решить тот сам психотерапевт, ну, во-первых, у нас довольно негативно относятся к психотерапевтам и к таковым, равно, как и, кстати говоря, к людям, которые ходят к психотерапевту тоже. Стигматизация психических болезней, это, так сказать, не то что, да, так сказать, то есть, даже на уровне медицинском, да, если человек шизофрений, то он, считай, к нему относятся как… То есть, как-то страшновато вроде как, да? Ну, да, 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 да. Обязательно там психиатр, может ли он находиться в отделении общего типа и так далее. Но, да и психотерапевтов-то таких вы же только к каким-то поди знакомым направляете, а вот системы-то нету. Приходится. Нет, ну серьезно, Толя, как бы, да, положим, у вас бы не было на ком, вы бы работали там в поликлинике, там, так сказать, где. Ну, я бы сказала… Куда направлять? В ПНД? Да, идите там. В ПНД. А где он, психотерапевт-то этот? Его же нету. А там психиатра. Ну, то есть, ты иди в ПНД, номер 17 типа того, а там тебе это… Там страх. А там тебя на учет поставят. Да, да, да. А вот этого больше всего боятся. Конечно. И водительских прав лишат. Или еще чего-нибудь. Хотят, а на учет не хотят. Да, на учет встану, а воевать не пойду. Ну, вот это же тоже такая проблема, да? То есть, понятно, когда такого человека направляют в кардиолог, кардиолог этих проблем не решит. Ну, да. Более того, так сказать, будет тяжко. Причем я понимаю, почему такие люди попадают, да? Ну, это я уж не говорю о том, что они иногда так ярко и красочно излагают жалобы, что просто страшно, и тогда их прямо на скорой помощи со свистом и грохотом завозят, так сказать, в блоке интенсивной терапии, где, собственно, ситуация проясняется. Ну, предположим, да, ведь, с другой стороны, он же все равно к вам вернется, так сказать. И вот тут, по идее, да, это ровно до того момента, ну, как ты ему же помочь-то, ну, хорошо, ну, сердцебиение, да, ну, значит, надо что-то с этим делать? Ну, да. Что делать? Ну, каждый раз по-разному, да? Кому-то бетблокатор, а кому-то психотроп. Ну, некоторые терапевты сами выписывают. Абсолютно нет. Параты правильно делают. Ну, я так скажу, как бы, да, опять же, почему бы нет? То есть, как бы, есть же масса психотропных препаратов для врачей общей практики. Конечно. Да, то есть, в принципе, я вообще не сторонник деления того, что, а вот, типа, там, условный аминозин может выписывать только психиатр, а морфин вообще только какие-то специально отобранные люди, так сказать, проверенные и так далее. Ну, по мне кажется, что вот есть у тебя фармакопия некая. Вот ты считаешь, что этот препарат нужен? Убери да выписывай. Человек обладает достаточными знаниями. Абсолютно верно. Он подводит диагноз, да, определенный под назначением определенного препарата, если диагноз соответствует лечению, почему нет? Конечно. Ну, то есть, ты считаешь, что от неврит лицового нервов помогает фенолепсин? Ну, выписывай. Да, как бы, говорят. Тем более, зачем для этого, как сказать, условный невролог? Ну, я могу сказать, что это единичный. Габалин нужен при пистетической неврологии. Почему нет? Терапевт нужен. Ну, так это же единичное в поле зрения. Люди назначат, там уж, при габалин, то уж и вообще это, как бы, на границе с реальностью, да, так сказать, потому что он там какой-то в списках или еще как-то, да, так сказать. В списках, в спецфицид, да. Да. Но бывают ситуации, когда требуется та же боль в груди. Раз, а там, угу, приехали. Ну, вот. Недавно перенесенные поясы вообще лишены. Нет, я же говорю, что вот здесь как раз у терапевта должен быть широкий, да, так сказать, все любого врача, но у терапевта тем более, да, так сказать. Хочешь обезболивать? Ну, обезболивай, да, как бы, говорю. Потому что ведь получается как, что, ну, отчасти, как бы, да, сейчас же тоже, да, так сказать, сейчас выяснится, что там паллиативную помощь может оказаться только врач паллиативной помощи, а не тот любой, к которому все… Ну, да, тот жуткий специалист, да, его уже научили. И вот опять появился еще один специалист. А с другой стороны, да, если брать не амбулаторный стационар, да, масса пациентов нуждается, так сказать, в симптоматической или паллиативной помощи, да, и это должно тоже появиться. И таких, кстати, в терапевтических именно отделениях, в которых все, что это не мое, типа, хирург говорит, мне тут отрезать нечего, кардиолог говорит, а что тут я его, значит, в котлап не повезу, да, так сказать. Ну, и в итоге так оказывается, там, человек с той же терминальной сердечной недостаточкой, что вылечить ты не можешь, но и облегчать как-то его страдания надо, да, а кто это должен? Врач паллиативной помощи. Ну, понятно. Конечно. Нет, ну, то есть, как бы вот немножко уже резюмеры, терапевт-то вам все-таки нужен или не нужен кардиологам вообще как единица поликлиническая, или вы бы обошлись? Как поликлиническая единица нет. А зачем вообще бы вам не нужны? Нет. В том виде, в котором это, ну, я сотрудник, так сказать, городской системы здравоохранения, да, и в том виде, в котором сейчас существует поликлиническое вот звено именно вот то, что мы считаем терапевтами, там, назови их как хочешь, вопами там или еще как-то, это не медицина. Это достаточно грустно. Ну, то есть, это вообще не медицина. То есть, как бы говоря, это люди, которые, вот они диспетчеры, они выписывают там какие-то бумаги и так далее и тому подобное. Но систематически наблюдать вот пациента, как вот у меня есть свой врач, да, которым я хожу. Мне кажется, ну, как сейчас только в сил каких-то организационных вот таких вещей, да. Вот, в 90-е годы, вы что же помните, мы жили сильно беднее, но медицина была как-то больше. Ну, да. Вот, по ощущениям моим. Он был основным доктором. Ну, как-то было у него, да, ходили люди. Может быть, особенно, да, как бы говоря, где-то в провинции это и сохранилось, но из-за отсутствия выбора. Да. С другой стороны, мне кажется, как, те люди, которые старшее поколение, оно постепенно сходит на нет, а молодые люди туда ехать не хотят. Потому что, опять же, там тоже туда, куда они приедут, ведь многие готовы были бы условно поехать даже, ну, за романтикой и запахом тайги, но там же тоже нет медицины. Там же тоже тебе сказано, что твои назначения не очень рентабельны, а еще вообще мерить медицину рентабельность, это та еще идея, так сказать, да. И если взять, да, там, как бы, времена, там, так сказать, медицины, да, но все-таки, мне кажется, больше было каких-то возможностей, да, а сейчас ты работаешь вопреки, а не благодаря, так сказать. И даже, когда человек, вот, он приходит, да, он знал, там, так сказать, тебя с молодых ногтей, если ты место жительства не менял. Мне такого врача еще здесь. Ну, мало того, что врачи меняют. К сожалению, их не так много, но за хорошими врачами, а что хочу сказать, люди идут, едут и даже в другие города, и звонят, и пишут, и присылают на почту анализы. Вот, кстати говоря, вы, Оля, ждете расшифровку КГ, вот вопрос о кардиологах, или вы… Футки, что ли? Нет, ну как, это же не редкая ситуация, когда КГ так зашифровано, что требуется расшифровка. Ну да. Или у вас не очень зашифровано для вас? У меня не очень зашифровано, у меня есть маленькие курочки, я скажу секрет. Хорошо. Да, я когда-то работала в частном медицинском центре в Иваново, и там как раз были курсы по функциональной диагностике. А ежели бы их не было? Вот. Ежели бы их не было, тоже бы, наверное, расшифровывало, куда деваться-то, да. Я говорю, я в ритме их немножко путаю с нарушениями проводимости, могу там немножко… А вот… Может, скажем, инфаркт-то, наверное, как-нибудь… Нет, ну, хорошо, вот в ритме, ну, как бы, условно говоря, если, конечно, вы увидите… А что там в них путаться? Вы увидели на ЭКГ тахикардии с широкими комплексами с частотой 200? Что там дальше-то? Путаться? Вам же не надо, так сказать, выяснять, как ее там лечить, да, и так дальше. Ну, хорошо, там, опять же, так сказать, ну… Нет, мне надо громадный диагноз формулировать. Я же не могу дописать, тут какая-то ритме предсердная, там непонятно. Откуда значит, она предсердная? Ну, вдруг. Или, там, непредсердная. Вы увидите тахикардию с широкими комплексами, и все. А что, надо прямо… Ну, на самом деле, да, на самом деле… Нет, то есть это, конечно, здорово, но, как мне лично кажется, это, но великого практического смысла не имеет. Тут мы с вами приходим к тому, что… Ну, то есть, вы считаете, больного надо госпитализировать, да, ну, раз у него на ЭКГ, там, с частотой 150-хикардии с широкими комплексами. И надо вам прямо так выяснять, что это такое… Ну, наверное, не очень. Треп с аберрацией, да. Мне кажется, тоже не очень. Наверное, не очень. То есть, то, что это не норма, это понятно, да, как бы говорить. То, что оставить это так нельзя, тоже, в общем-то, наверное, понятно. С другой стороны, да, обратная ситуация. Вот вы отправляете кардиолог, приходит вам человек, а у него случайно зарегистрирована фибрилляция предсердия, а он ее не чувствует. Вот вы сразу в стационар или сами лечите? Нет, сами не лечим. Почему? Потому что неизвестная давность. Ну, что? Ну, неизвестная. Надо выяснять, когда оно появилось. Давность? А как в стационаре это выяснят? Под ногти иголки начнут загонять? Наверное. Нет, хорошо, если, конечно, у пациента еще, например, есть кардиограмма с собой. Ну, хорошо, есть кардиограмма за год до этого. Ну, за год до этого. Ну, хорошо, вот две кардиограммы, одна вот с этого, другая вот так. Нет, я смотрю, конечно. Нет, вот серьезно, это большая проблема. Да? Вот вы прям вызовете скорую, и он поедет в стационар или как? Ну, у нас... Мне скорую вызывать не надо, слава богу. Хорошо, не вызовете, он там на каталке лежачий получится. Обычно это специализирует. А зачем? Ну, чтобы... Зачем? Чтобы понять, что происходит. А вдруг у нее действительно сейчас пароксизм, он сам закончится? Может и закончится. Ну, так прекрасно. А зачем в стационар-то крестит? А если не закончится? А что в стационаре будут делать? А если я его спущу, а он помрет? От фибрилляции практически пока никто не умеет. А мне скажут, как? А вдруг перейдет в другую форму нарушения ритма, более злокачественную. Я же не знаю, что там происходит. А что там может происходить? Ну, кто его знает? Ну, вот как, кто его знает? А кто знает? Какая-нибудь хитрая коронарная ишемия? Не знаю. Ну, погодите, погодите, погодите. То есть, все-таки есть такие проблемы, где вы... Есть проблемы, в которых вы правы. Как бы, ну, с другой стороны, да, пришел там человек со своими ногами. ЭКГ его с ним случайно. По ритме он не чувствует. Вот кто должен принять решение, восстанавливать ритм или оставить его в фибрилляции пред сердцем? Вы или кардиолог? Я думаю, коллегиально. Все-таки я бы второе мнение запросила. Да нет. Ну, а почему вы сами не можете это решить? Ну, а как я решила? А так. Спросите его. Вы чувствуете? У вас все хорошо, все хорошо. Одышки нет. Одышки нет. Инфарктов не было, да. Ну, хорошо. Можете направить вас. Там в семье все долгожители, все дела. Это какие-то у него в семье, это же не важно. Вот. Были ли проксизмы раньше? А что тут? Да, так сказать. Сделали эхо. У него нет выраженной значимой патологии сердца. Ты их просто так не сделаешь. К сожалению. Ну, а как это? Поэтому и приходится иногда госпитализировать, перестраховываться. А если бы было эхо? Ну, вот оно там было, ну, завтра можно сделать. Ну, сейчас-то оно вам зачем? Ну, то есть, все-таки опять же все... Опять вот получается, что... Это я про наши условия, я не то, что так сказать. Вот их отправляю в стационар по скорой помощи. А зачем? Ну, приехал. Проксизм неизвестной давности. Может, он уже два месяца как. Да. И в стационаре эту давность никто не выяснит. Он уже не чувствует. Ну, есть клинические рекомендации. А что там написано в этих рекомендациях насчет того, что с пароксизм неизвестной давности? Нет. Ну, для этого, как бы, говорят, да. Зачем госпитализировать? Если вы говорите, слушайте, вам, наверное, у вас это впервые в жизни, вы человек молодой. Вам надо восстановить. Вопросов нет. Ну, тогда надо... Это решение ваше, а не мое. Понятно. Нет, если это барышка, дедушка понесет, что там сто лет уже. Я как стационарный человек. Мне прислали, да. Я как пилорама работаю. Бац. И все. И восстановил, так сказать. И готово. Я обратно его вам верну. Ну, да. Ну, то есть, это решение все получается терапевта. И держите. Если вы считаете, что, например, да, совершенно справедливо, да, так сказать, человек пожилой, не такой уровень. Вот все равно же вы же можете решить, что ему не надо восстанавливать рейд. Ну, не надо его госпитализировать. Зачем? Могу. Иногда боюсь. Чего? Не знаю. А что тут можно бояться? Отмерцательной аритмии? Кто умер-то? Никто, на мой личный взгляд. От самой, да, от самой мерцательной нет. Ну, а что, так сказать, а инсульт, мы с вами решили, что вы сами, каждый терапевт должен учат с вас. Да, да. Гулят, а агрегат, посчитаем по табличке. Конечно. А так-то это самое. Еще же такой, да, второй вот момент, да. Кстати, обратная ситуация. Ну, вот то, что, да, как бы говоря, называется полипрагмазит. Что такое полипрагмазит? Сколько? Три таблетки? Две таблетки? Ну, официально вроде больше пяти, но на самом деле. Ну, вот человек, перенесший инфаркт миокарда, получит аспирин, какой-то ингибитор, да, P2Y12, да, так сказать, статин, да, есть фракция низкая, бета-блокатор, еще ингибитор, да, так сказать. Еще иногда, если у него есть задержка жидкости, и спирный лактон. А еще по новым-то, как бы, воззрениям, да, тут нам буквально не давеча сказали, что колхицин-то смертность снижает после инфаркта миокарда. Стать. Еще и колхицин сейчас будем давать. Вот. Если еще подагра, сейчас-то какое-нибудь. Нет, даже без подагра. Даже без подагра, я понимаю. Да, вот это вот был и сын часа, на АХСЭшен озвучили, причем результат через месяц, то есть, это не какие-то заоблачные дали, а про старик, будешь пить колхицин, через месяц у тебя реже инфаркт, реже смертность. То есть, мы с вами насчитали восемь таблеток. Это же прям полипрагмазин. Так это только если он после инфаркта, а если у него еще там, я не знаю, остеостроз. Со своей, как бы, узкой колокольни. Даже за это он должен восемь таблеток получить. Вот. А как раз даже есть же, говорят, люди специальные на эту тему, клинические фармакологи, которые должны, значит, там это все развести. Они запрещают давать больше пить таблеток. Запрещай, не запрещай. Как приходится. Да. Вот они же есть, пускай вычеркни лишнее. Вычеркнуть нельзя. Нет, я могу вычеркнуть рибоксин, например. Я могу вычеркнуть предусал, например. Да ладно, рибоксин может никто не лечит. Лечит, лечит. Ну, я не видел шестолета. В выписках даже видела. Ой, будете смеяться. Вот терапевтам, знаете, как много приходит интересного в выписках? Нет, слушайте, ну, я хаюсь, я тоже на заре туманной юности, так сказать, назначал рибоксин. Ну, я в 90-е тоже назначала, но уже сколько лет прошло. Сейчас его и поискать-то придется. И как бы, тем не менее, из Пушкина. Вот мне недавно привезли его рибоксином. В итоге-то, да, получается, пришел к вам такой вот человек, да, а вы какая-то самая, как мой учитель Абрам Львович Сырко говорил, что я первую половину своей врачебной практики чаще назначал таблетки, а чаще чаще отменяем. Вот у вас есть такое впечатление, что вы тоже стали чаще отменять? Не знаю, чаще ли, но отменяю, да, бывает, бывает, бывает. Ну, когда явно что-то лишнее. Не то, чтобы даже грешно окаюсь, когда явно что-то лишнее, конечно, когда это все, в общем, по показаниям и все работает, и гемодинамика стабильная, и человек гораздо лучше, чем был до, да, ну, значит, зачем же его отменить? Мы же сейчас все дети гайдлайнов и лечим биохимические маркеры или выпрямляем ЭКГ, да, ведь как, и особенно каждый специалист, он вот тоже лечит свою, значит, кардиолог пять штук назначен, ну, по минимуму, да, дальше, значит, невролог еще что-нибудь прописал, эндокринолог еще, а дальше все это приходит к вам, блядь, вот приходит этот человек к вам, и у него, значит, вот такой вот список. Угу. Вы чувствуете свою роль как того самого человека, который выглядит, видит это все в комплексе, и вот кто-то же должен положить этому конец. Чувствую свою роль, да. И как-то сказать, что, может быть, это вот и не нужно. Расписываю обычно просто утро, вечер спрашиваю, что принимает, не принимает, если препараты действительно все нужны, ну, нужны, ну, куда идти. А всякие там, например, скажут, что товарища, может вам там комбинированную какую-то таблетку пить, тогда без двух одна будет. Ну, бывает, да, но вообще чаще всего уже приходят, уже как бы кардиологи же умные, они сами назначают двух-трехкомпонентный препарат. Ну, это если есть. Ну, то есть будущее за полипилом. Такая одна таблетка, да, в которой там… Да, 80, там, миллиграмма торовостатина, аспирин, там, с каким-нибудь, да, там, так сказать, тикогрелором или просугрелом, все равно. Очень сильно надеюсь, что гиполепидемическая терапия будет как-то проще. Какие-то инъекционные препараты. А что-то несложно? Нет, раз в месяц укололся и все. Не каждый день, чтобы есть, вот в этом смысле. Ну, наверное, с другой стороны, кололся-то как бы тоже радость-то невелика, так сказать. Почему нет? Нет, ну, то есть это подобное этим самым средством для лечения остеопороза, да, так сказать. Ну, что-то типа, да, что раз в месяц делай, свободен, вот это было очень неплохо. Ну, с другой стороны, сейчас же как раз все упростили, назначая, говорят, статин в максимальной дозе, а там видно будет. А там печень, да, отвалится, как коэффициенты говорят. На самом деле она, в общем-то, не отваливается чаще всего, но тем не менее. Ну, это же опять же, да, мне кажется, так сказать, как раз вам приходится быть тем самым клиническим фармакологом в том числе, когда сводить все это воедино, да, и когда нас докторат не смотрят друг на друга, каждый свое назначает, да, там, словом говоря, НПВС при сердечной недостаточности или еще что-нибудь столь же прекрасное. Ну, уж не говоря об абсолютных каких-нибудь там фуфломицинах, так сказать. Фуфломицина как раз проще всего выкинуть. Это вот как бы, да. Ну, да. Такая тема. Вот когда действительно все назначено правильно, все по гайдам и все надо, и вот да, и тяжело. И ты понимаешь, что, да, в общем, 12 препаратов – это как-то перебор и ничего не выкинуть. И, наоборот, даже иногда приходится уговаривать пациента. Да, он говорит, слушайте, ну, вы мне, может быть, уже действительно половину, там, пять отмените, это оставьте. Да, я понимаю, я понимаю, что я не могу там какие-то препараты. Он говорит, ой, парфорин доел пить там, например, да, и уберите мне его. Ну, еще ладно, парфорин мы можем поменять, мы убрать не можем, да, можем поменять. Вот. Но есть же препарат, который мы, в принципе, не можем убрать, тоже гипотензивный. Куда мы ее уберем? Давайте мне дадут таблику вместо трех. Вот комбинированную и даешь. Нет, ну, с другой стороны, да. Психологически проще. Иногда бывает, что, да, так сказать, ты видишь, что, в общем-то, ну, там, да, человек прописали тот же диагноз АБС, без должных там каких-то подтверждений. И он сразу получил, так сказать, раз, два, три и так далее. И там аспирин всенепременно. Потому что, когда медсестра брала кровь, сказала, что она очень густая, так сказать. О, это да, с густотой крови, это вообще отдельная песня. Вот, и поэтому аспирин, да. А у меня же гемогловин 150. Вот, вот, вот. Он говорит, ты курить брось, глядишь, гемогловин в норму вернется. Точно, точно. Так и говорим. Аспирин отменяю. Вот, кстати, достаточно часто стал отменять аспирин, потому что... Ну, к нему отношение как-то, так сказать, поменялось. Раньше он считался, так сказать, такой препарат, да, хуже не будет. Да. А вдруг инфаркт. Кардиомагнил ели все. Да. Причем кардиомагнил, который сам по себе вроде как бездоказательная база. Не, ну, была, что... То есть, на нем-то исследования не проводили. Ну, там, конечно, некое безобразие, да, таится, что из телевизора-то говорится, что ты пей там, да, так сказать, ацетил салициловую кислоту, и будет тебе счастье. И вот дедушка пьет, и он поэтому дожил, так сказать, без инфаркта и так далее. Дальше еще будет чуть-чуть вечно показано, значит, его не настигнет желудочно-кишечный кровоокрещение. Да, да. То есть, конечно, это несколько поменялось, вот, да, в течение последних, там, ну, пять, там, семь лет, да. Потому что раньше-то как-то его всем автоматом, так сказать. Да. Жутя гипертонии, это человек пожилой, знаете, аспирин, типа хуже не будет. А сейчас как-то меньше все это, да, и доказательного просто, кстати сказать, такой какой-то нету. Хоть, слава богу, хоть в этом. Ну, это хорошо, да, что хоть, да, сняли действительно достаточно агрессивно. Потому что инерция, она такая непростая вещь, да, вот то, что мы вот, кстати, говорим, насчет статинов, там, да, в первичной профилактике. А у тебя холестерин высокий, на тебе статин. А вопрос-то, да, а что ты, ну, холестерин-то ты снизишь, против статин какие холестерины устоят. Но жить-то дольше будешь или нет, неизвестно. Да, надо риски считать, вообще нормально, да, до того, как назначить. А потом доза адекватная надо назначить. У меня тоже вот есть пациент, который уже несколько раз приходит и говорит, ой, а вы знаете, я все равно перерывчик сделал, я не знаю, как уже с ним разговаривать. Вот тогда кардиологу пошлю, пусть я в авторитетный специалист скажу, что его нельзя отменять. Я ему объясняю, таблетка работает один день. Вот она сутки работает, она вам сутки не дает там холестерину прилипать к стенкам. Стараюсь как бы объяснять таким образом, вы стирали порошок. Каждый раз стирали, машину кладете. Да. Или иногда не кладете в тайной надежде, что она и так постирается. И так постирается. Совершенно правильно. Нет, она так стирать не будет. Пока кладете, она стирает. Как перестали класть, она… Я с машиной с бензином тоже с собой говорю. Если у вас бак пустой, вы будете заливать или так пойдете? Конечно, он же не работает. И там все, опять же, не тоже какая-то хитрая система. Пока блокируется этот фермент, значит, холестерин не вырабатывается. Перестал блокировать, все, процесс запустился, так сказать. Там часто приходится именно объяснять, объясняльщиками работать. Даже не столько назначаешь там что-то, оно бывает уже назначено. Просветительская цель, это же не маловажно. Вот сидишь и объясняешь, что вот гипертонию лечить не надо там снижать до 150. Ну и что, что у вас было там 180, а теперь вы считаете, что вам 155 и вам прекрасно. Наверное, на этом можно завершить, да, и, так сказать, нашим слушателям я хочу сказать до свидания, пожелать всего наилучшего.